Латиной до сих пор лед, то есть загито с водохранилища туда, соответственно, она вытекает из-под льда, поэтому температура около нуля чуть выше. То есть вода зимняя, несмотря на то, что сейчас уже как бы вроде лета. Сколько было по времени? 32-33 минуты, порядка 3-200. Да, значит, это дистанция 3-200, время 32. Ну, для меня не предел, как бы могу больше, но, конечно, не так просто. Что самое сложное в таких заплывах? В таких? Само по себе преодоление водной преграды с низкой температурной водой, причем реальной, настоящей водной преграды. Ни бассейн, ни отрезок, ни заплыв с сопровождением лодочки, в которой в любой момент, как говорится, тебе там как-то хреновенько стало, взяли тебя, выбили. То есть, ну, тут, конечно, надо общая психофизическая подготовка, очень высокий уровень. Ну, и специально, как бы, сочи воду, то есть надо знать, что ты этого можешь сделать. Ну, и такой вопрос, вот, что надо сделать, чтобы вот, как выставить таким вот морозом. Ну, как бы, вообще, я не призываю, как бы, повторять уж такие слишком вот вещи, но, вообще, как бы, в Сибири мы живем, то есть, что ли, в Сибири у себя здорово славится у нас. Либо такой, то есть, ну, просто, как бы, жить в естественной среде, тут не скесняться, какие-то, как бы, это, любые виды физических нагрузок. Зиму не надо воспринимать, как период, когда спать надо. Зимой, наоборот, надо как-то больше шевелиться, двигаться и наш ресурс, вот, здоровья нашего, такого, ну, выше среднего, наверное, уровня, чем, в общем, на планете. Это то, что у нас 5 месяцев холод. То есть, лед, снег, потрясательные температуры. Этим надо пользоваться. Можно, как вас представить? Ага. Понасюк, Литалий, житель, все-таки, нет, не просто житель. Президент Федерации закаливания спортивного зимнего плавания, первой липедии, Новосибирскому вузу. Чему посвящен заплыв? Азабы посвящен, наверное, предстоящему празднованию годовщины Великой Победы Средского народа, Двикой Отечественной войне. Спасибо вам большое. Наверное, я думаю, вам будет отогреться очень хочется. Да, очень, конечно. Не будем вам задерживать. Еще его чем-то путайте или что-то, что вы как-нибудь? Видимо, они не взяли с собой. С собой не взяли, ну. Чего не взяли? Обнимите его еще. Кого? Поздравьте, поздравьте еще. Какое-нибудь действие, да, просто. Дайте шарку.